привет снег наш помощник декоратор и подсказчик он может именно зимой рассказать какие ошибки мы совершили у себя на участке при посадке деревьев при выборе растений кустов и вообще при планировке и именно сейчас зимой я вам покажу приемы которые можно использовать для декорирования сада сад должен быть прекрасен в любое время года а зимой особенно праздников много пошли покажу у нас с вами со снегом то пусто то густо в прошлом году в подмосковье его не было в 20 а 21 сугробики выше меня ростом так что обращаем внимание на снег там где у нас идут залежи снега куда мы его чистим там лучше конечно не размещать никакие растения с кроной может быть что-то многолетнее но чтобы наземная часть отмирала лилейники хвост и вот какие-то растения которые не останутся на поверхности потому что от таких снегопадов и таких огромнейших сугробов может повреждаться крона еще очень важный момент на который вы должны обратить внимание куда сходит снег с ваших крыш как правило когда наступает оттепель он падает лавинообразно и все что под ним оказывается это могут быть какой-то замечательный куст хвойное растение роза ваша шикарная под каким-нибудь укрытием ломается на раз-два потому что все это кошмарно тяжелое поэтому лучше в этих местах куда может сваливаться с крыши снег ничего не сажать ну а теперь давайте поговорим про какие-то элементы которые зимой сад необыкновенно украшают но первая красота конечно это снег когда морозный день все искрится сверкает необыкновенно бомбически красиво но есть элементы которые работают на декор сада именно зимой лавочки смотрите какая красота это уже не лавочка практически диванчик перголы когда на них падает снег и они украшены такой особенно в морозный день изморозью смотрится необыкновенно красиво перголы какие-то арки лавочки что может быть еще кормушки для птиц сейчас тоже покажу птицы прилетают это тоже дополняет наш сад вносит какую-то изюминку необыкновенно а давайте еще покажу растения которые именно зимой работают на декорирование участка конечно же у нас есть рождественское дерево это пихта сильберлок красоты потрясающий она очень шикарно смотрится летом да в любое время года а зимой особенно у нее такие подпушки у иголочек белого цвета я вам сейчас я покажу но несколько лет подряд мы перестали украшать наше рождественское дерево а перешли вот сюда на бузину черную сорт ее black lace мне кажется вот такие акценты в виде красных шариков издалека вообще говорят смотрится как снегири украшают взгляд к ним приковывается но они не перегружают наше пространство они очень здорово гармонируют с ягодами калины на заднем плане у меня есть сформированная небольшая калина в виде зонтика мне нравится а вам пошли дальше я вам покажу какие растения с какой необыкновенно красивой корой могут также украшать наш зимний сад в этом году необыкновенно много снега как в старые добрые времена тут снежные лабиринты когда степка гуляет его здесь вообще не видно потерять можно малые архитектурные формы например вот такая кормушка для птиц украшает украшает есть определенная красота в графике свеже принесенное посаженное растение лиственница плакучая форма тоже будет очень оригинально смотреться именно зимой но я уж не говорю про лето сзади меня пихта корейская сильберлок про который уже говорил и раньше она у нас была рождественским деревом а за ней уже бузина с шариками красный цвет шариках он повторяется у нас в рябине красный в калине красный шиповники тоже красиво смотрится на фоне снега но черные ягоды тоже бомбическая штука черноплодная рябина вариантов с раскраской зимний сада очень много давайте пойдем к дерену я вам покажу какой разнообразной у него является кора и она тоже играет на фоне снега например в этом месте сразу использовано несколько приемов вот такая полуарка по которой будет в ближайшее время виться черешковая гортензия она растет здесь практически в тени здесь же дерен с корой которая окрашена светло-светло-салатовый цвет за мной хвойное растение ель колючая из алифастигиата у нее веточки растут вертикально вверх и она голубого цвета согласитесь украшает ну и дополнительно еще какие-то есть опоры для клематисов которые на заборе но я про них уже не говорю украшает все и одновременно украшением сада являются конечно хвойные растения можжевельники вертикальные горизонтальные туи сосны они добавляют какую-то таинственность и очень оживляют зимний сад про уход за хвойными растениями конечно же мы поговорим не очень красиво мне кажется если их заматывать связывать упаковывать на зиму теряется от свою декоративность в этом случае есть определенные тонкости по уходу по их стрижке чтобы наши растения не разваливались от снега а сосны какие необыкновенные слышите как хрустит снег у нас прямо удалась зима в этом году что еще работает на декор сада конечно же подсветка снег обладает очень приятной особенностью он отражает и все лампочки фонарики наш огород на подоконнике который подсвечивается фуксиевыми лампочками играет совсем по-другому а как здорово смотрится новогодняя иллюминация летом такого эффекта вы никогда не добьетесь поэтому езжайте в сад наблюдайте рисуйте какие-то графики куда сходит снег куда вы его чистите какие растения вам нужно пересадить сейчас самое благодарное время для этого подписывайтесь на канал ну и в комментариях пишите что вам будет интересно еще узнать а постоянно практически каждый день меня можно найти в instagram